Восточную вилку мы берем удобно, как ручку, да, в школе и просто нашим указательным пальцем должны на основание самой вилки попасть. Для чего? Для того, чтобы легко соскоблить. Видите, она бывает, кстати, не скоблиться, да? Мы ничего не делаем, никакую силу не применяем, просто меняем угол. Она либо вот с этой стороны должна съехать, либо вот с этой. Получается, когда у нас полностью мускул освободили, да, бывает, когда устрицы ешь, знаете, она как будто на пружинке. Как будто на пружинке. Здесь у нее есть воздуховод. Ее нужно просто приоткрыть и дать чуть-чуть воздуху. Все. Дали воздуху. У нас жабры играют роль в веселске. Тоже чуть-чуть. Жабры? А где жабры? Вот у вас, вот если вот этот цвет, это жабры, вот орел. То, что все трогают, что сокращалось. А, да. Тут еще есть почки, печень, здесь есть сердце. Как проверить, да? Вот так вот трогаешь ее, она сокращается, да? Ну, смотрите, самая главная, стопроцентная проверка устрицы на ее свежесть, это все-таки ее аромат. От нее должно приятно пахнуть морем. Вот, если от нее пахнет, да, там, они, знаете, там, незабытыми какими-то вещами, там, не знаю, там, например, в багаж какой-нибудь на три дня забытый. Вот этот аромат не очень. Вот, смотрите, я забыл, что там были. Вот утречка, когда у нас плавает, она готова к употреблению. Вот, поэтому у нас, вот она полностью должна быть деформирована. Для чего? Потому что здесь есть печень, есть почки. А где печень, почки? Ну, они вот здесь вот, в этой части находятся. Вот здесь, кстати, вот есть вот сердце устрицы. Вот здесь вот воздуховод всегда, над каждым мускулом, вот, есть, посмотрите, есть отверстие, там сердце устрицы. И еще, вот, как только они их открывают, пока, ну, просто проходит же время, там, 5-6 минут, если вот сразу открыть устрицу, принести ее сюда, у нее еще сердце будет биться. Так что так. Это был мастер-класс от шеф-повара Анатолий.